Глава 4 Как можно узнать, с ненадеянием ли на себя и совершенную надеждой на Бога действует кто? Нередко случается, что иные самонадеянные думают, будто не имеют никакой на себя надежды, а все упование свое возлагают на Бога и в нем одном почивают своей уверенностью. На деле же не бывает так. В этом сами они могут удостовериться, судя по тому, что бывает в них и с ними после того, как случится им пасть как-нибудь. Если они, скорбя о падении, укоряя и броня себя, в то же время замышляют «сделаю то и то, следствие падения загладится, и у меня опять все пойдет как следует», то это верный знак, что и прежде падения своего они надеялись на самих себя, а не на Бога. И чем скорбь их при этом мрачнее и безотраднее, тем обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога. Оттого скорбь падения их и не растворяется никакою отрадою. Кто же не полагается на себя, но уповает на Бога, тот, когда падает, не слишком дивится сему и не подавляется чрезмерную скорбью, ибо знает, что это случилось с ним, конечно, по немощности его, но паче по слабости упования его на Бога. Почему, вследствие падения, усиливает ненадеяние свое на себя, паче же чтится усугубить и углубить смиренное упование свое на Бога, а далее, ненавидя непотребные страсти, бывшие причиной его падения, спокойно и мирно несет за оскорбление Бога покаянные труды. И вооружаясь крепким упованием на Бога, с величайшим мужеством и решительностью преследует врагов своих даже до смерти. О сказанном пред Сим желал бы я, чтобы поразмыслили некоторые личности, думающие о себе, что они добродетельны и духовны, которые, когда впадут в какое-либо прегрешение, мучатся и томятся, и покоя себе не находят, и уже истомившись от этой печали и томления, происходящих у них не от чего другого, как от самолюбия, бегут по тому же опять по буждению самолюбия к духовному отцу своему, чтобы освободиться от такой тяготы. А им следовало это сделать тотчас по падении, и сделать ни почему другому, как по желанию поскорее омыть скверну греха оскорбившего Бога и приять новую силу против себя самого в святейшем таинстве покаяния и исповедания.